Всем привет, меня зовут Тамер, сам родом из Сирии, живу в Беларуси, 19 лет, очень люблю Беларусь, я счастлив, что я тут. Я приехал в Беларусь из Сирии. Сирия это страна, где зародились первые цивилизации, где появился первый альфавит. Сирия это моя родина, я ее очень люблю, но так получилось, что я принял решение поехать в Беларусь, получить образование как кинотелеоператор. Почему именно в Беларусь, когда в 2005 году начал думать, куда ехать учиться как кинооператор, папин друг учился в времена Советского Союза в Институт культуры на керамике. И я встретился с ним, обсудили эту тему. Перед тем, как я уехал, хочу отметить, что я учился в Академии искусств в Сирии на живописец. И я с папинным другом, у него в мастерской сидели, он помогал, учил меня. И рассказывал мне, что в Беларуси там очень хорошо, образование хорошее, именно художественное, там школа сильная. И немаловажно, что жизнь там недорогая, спокойная страна. Я приехал в Беларусь, я помню, было зимой. И для меня, вот когда я вышел из аэропорта, мне говорили, что там холодно. Вот как вышел из аэропорта, для меня это было... Как шок, если честно, да? Вот этот холод, много снега. А дальше меня много чего впечатлило. Но это все потихоньку начало. Ну вот первый самый удар, это много снега, так как я приехал зимой сюда. Мне было 22 года, когда приехал в Беларусь. Я еще молодой, совсем маложизненный опыт. Я привык с родителями жить. Прихожу домой, еда есть, кормят меня, заботятся. А я тут сам по себе должен все делать сам. Дальше, что вокруг тебя люди другие, да? Это другая культура. У меня стоит тут задача адаптироваться с этой культурой, понимать ее. И да, мне было страшно, скажу так, честно. Но у меня внутри вот эта страсть и желание знать что-то. Я поставил перед самим собой задачу учить русский язык хорошо, потому что мне нужно общаться с людьми. У меня с собой был словарь, я его взял с собой из Сирии. Такой толстый, тяжелый, там 100 тысяч слов в нем. Кстати, насчет этого словара есть такая приятная для меня история. Я его где-то пару месяцев назад достал. Он где-то был далеко. Я решил открыть вот этот словарь. Открыл так просто, что попало, да? И посмотрел все слова, которые были, я знал. Потом еще другую страницу, все слова знал. И так далее, и так далее, и так далее. И для меня, конечно, было так радостно внутри, что ты смотришь, там 100 тысяч слов. То есть я примерно 100 тысяч слов на русском языке знаю. Моя судьба отправила меня в Беларусь. И я очень доволен. И каждый день я узнаю что-то новое, что-то красивое, что-то прекрасное. И это мне просто обогащает мой жизненный опыт. Все-таки на наш выбор в жизни, выбор в профессию что-то влияет. Но я вырос среди скульптур. У меня отец скульптор. Хотя родители не заставили меня как бы заниматься этим. Но, может, это и влияло на меня подсознательно, скажем так. Творческое мышление. Я считаю, что должно присутствовать везде в жизни. Творческое мышление – это то, что помогает нам найти решение всегда. Даже творческое мышление помогает нам выйти из какого-то кризиса. Я с детства рисовал, вырос, еще учился как художник. Потом дальше кинооператор. Еще дальше начал осваивать музыку. Наверное, можем мы все освоить, что касается искусства. Если мы поймем, вот это как творческое мышление должно работать. Мы сейчас находимся в очень важном для меня месте, где я учился пять лет. Это Академия искусств. Мы сейчас возле Академии искусств. Период из моей жизни – это был очень важен. И сделал поворот в общем в моей жизни. Перед тем, как я принял решение сюда приехать, в Сирию, в Дамасске, учился в Академии искусств. Называется факультет искусства. Это после школы. У меня моя специальность там была живописец. Потом вдруг я как-то захотелось мне поменять профессию и стать кинооператором. Когда я принял такое решение, естественно, мои родители, они сильно удивились, скажем так. Потому что я, чтобы мог поступить в Сирию, в Дамасске, в Академии искусств на художника. Два раза. И они так удивились. То есть ты настолько хотел стать художником. И я был на втором курсе. Но они как-то постарались понимать, принимать мое желание. Это же моя жизнь. Я тут принимаю решение. И, может быть, они как-то немножко к этому относились нормально. Потому что знали, что... Они знали меня, что у меня есть всегда внутри как-то желание знать что-то новое. Я не боюсь. На мой взгляд, я считаю, что уровень образования, который я получил, он очень хороший. Он всегда помогал мне именно в практике, в съемках. С нами работали преподаватели очень хорошие. Для меня это было очень интересно. Я ходил на учебу с большим интересом. И для меня это было удовольствие. Этот период, пять лет... Я вот в последний курс даже начал грустить, потому что я начал чувствовать, что заканчивается этот период. Когда я закончил мою учебу в Академии искусств, это было в 2010 году, я поехал на родину работать по специальности, как планировал. И начал мою работу в кино. В 2012 я вернулся назад с супругой в Беларусь и начал работать на телевидении. Все-таки я прошел такой путь, учился пять лет и вообще перед этим еще уехал из моей родины. Не для того, чтобы потом работать где-то в другой сфере. Эта профессия для меня, скажем так, я отношусь к ней как художник. Я очень люблю мою профессию. И когда я занимаюсь ей, получаю от этого удовольствие. И она, могу сказать, даже успокаивает меня. Кинооператор или телеоператор, ну давайте телеоператор сейчас говорим, это художник картины, да? Но он отличается от обычного художника. Обычный художник рисует у себя там в мастерской сам по себе, лицо к лицам, к холсту. А телеоператор – это не просто сам по себе художник. Это человек, который должен, помимо того, что должен осваивать постоянно новые технологии, постоянно развиваться в своей сфере, также он должен уметь общаться с людьми. Потому что входят в наши обязанности, я считаю, как телеоператор, общение с разными людьми. И мы должны, как операторы, постоянно какой-то подход найти к ним. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще, скажем так, экзотические подходы. Это что касается… У каждого человека есть определенное лицо, да, определенный вид. Оператор должен тоже, с опытом это приходит, развивать это в себя, чтобы быстро, так как оперативность – это очень важный элемент на телевидении, быстро найти правильный ракурс, подходящий к человеку. Профессия телеоператор сложная. Включает в себя много задач. То есть, как говорил, это и технические наши задачи, и психологические. То есть, оператор должен понимать, что такое психология. Можно сказать, несмотря на все эти сложности, которые мы должны преодолеть, как телеоператоры, но ты, когда работаешь ради результата, то ты получаешь от этого удовольствие. И поэтому мы работаем ради хорошего результата, и это приносит удовольствие. И как и в каждой работе, есть свои сложности. В нашей работе, естественно, они есть. Иногда человек из-за того, что мы работаем с разными людьми, большое количество может участвовать, да, то есть, представляете, у каждого есть свое мнение. Может привести к напряжению, некомфортность, ну, может, стресс, скажем так. Но мы должны, как операторы, контролировать эту ситуацию, потому что, если не контролировать, мы должны не забыть, что наша профессия – это дворческая. То дворчество тут отключается. Когда человеку некомфортно, когда человек находится в стрессе, то его мышление хуже будет. И, соответственно, я как оператор не смогу найти решение правильное в данной ситуации, когда надо быстро найти ее. Поэтому можно сказать, что профессия оператора учит контролировать себя, помогает нам стать более спокойным в разных стрессовых ситуациях. Эта профессия, мои потребности как художник, могу сказать, что он полностью не закрывает. Если бы закрывало полностью, я бы не занимался параллельно цифровое искусство, как фотограф, также не занимался бы параллельно музыкой. Я занимаюсь музыкой также, могу сказать, уже профессионально. Хочется всегда как-то пощупать разные профессии в дворчестве. Ну, от каждого куска из них получаю определенные удовольствия, и это приносит мне спокойствие в жизни. Моя семья. Давид, Адам, двойняшки наши, и наша красотка маленькая Римма. Жена не получилась быть с нами сегодня, к сожалению, занята она по работе. Скажем так, моя история семейная началась, как познакомился с Юлей. В 2009 году я еще тогда учился в Академии. Это совсем случайно было. Ну, в заведении там сидела моя будущая жена подружкой. И я, как ее увидел, подошел к ней так смело и сказал, давай познакомимся. В 2010 году я закончил Академию искусств, и надо было ехать мне обратно на родину, в Сирию. Мы тогда с Юлей не заключили враг. Я ей сказал, давай я поеду туда, потом ты за мной приедешь через пару месяцев. Там посмотришь, как я живу, познакомишься с родителями. И будем смотреть дальше, что будем, как. И как она приехала, естественно, она сначала не знала, что ждет и как. Ей очень понравились, понравилась моя семья. Но, несмотря на то, что она не знала язык, все равно каким-то образом она могла с моими родителями общаться. Получилось так, что мы два года в Сирии жили. В 2012 году ехали обратно сюда. С 2012 года по настоящему времени я с супругой. Вот тут находимся в Минске. Ну, естественно, в начале, когда дети появились, супруга была в декретном отпуске. Я работал, поэтому в основном она занималась с детьми. А со временем, ну, потом вышла на работу супруга. И мы распределяем, скажем так, у кого есть больше времени дома, то он занимается как бы домом. Со стороны всем кажется, но все спрашивают у нас, как вы справляетесь, да, сколько детей. А мы не только, не просто справляемся, то есть с основными вещами. Также вот Адам и Давид у нас занимаются на гитаре. И они делают хорошие успехи, могу сказать, даже. Они в этом году участвовали в конкурс. Можно сказать, что они сейчас одни из самых лучших 15 гитаристов в Минске и Минской области. Но я сам играю на гитаре, работаю с ними дома, они идут в музыкальную школу, я дома еще с ними работаю. Время всегда можно найти, если есть желание к этому. Что касается таланта, я бы хотел, даже моим детям всегда говорю, талант, как само понимание, да, у многих это дар, божий дар, да. То есть как будто человек родился, и у него от Бога пакетик, где есть талант, он его расходует, да, на протяжении жизни. А на самом деле не так. Талант, это, я его так называю, это страсть к чему-то-либо, без которого человек не может просто жить. И я это пытаюсь рассказывать детям. Ну, что касается музыки и я, я когда начал заниматься на гитаре, у меня не было такой талант, как должен быть. Нужно заниматься, нужно повторять. Повторение, матучение, я всегда говорю детям. Если человек будет каждый день заниматься тем и то же, результат должен быть какой-то. А если к этому еще добавляем любовь и страсть, то должен быть хороший результат. Наша жизнь, она на самом деле без каких-то занятий, с любовью, да, она может стать скучной. Я считаю, что мужчине нужно увлечение какое-нибудь. Это увлечение должно быть для души, как выход энергии, чтобы человек возвращался в себе. Моя супруга, она иногда даже говорит мне, ты как-то мягкий с детьми, надо гонять их больше, что касается играть на гитаре. Уроки для школы, я с супругой вместе работаю, ну, в основном она работает, так как для меня есть сложности, да, в русском языке, в белорусском языке. Ну, математикой я могу с ними поработать, так как это мировой язык. А с музыкой я занимаюсь в основном, она поддерживает нас морально. Что касается меня, я чувствую себя счастливым человеком. Мой выбор, первоначальный, который я его принял в 2005 году, да, поехать в Беларусь, я сейчас понимаю, что он был очень правильным. Потому что Беларусь для меня это прекрасная страна, могу сказать. Мне очень хорошо тут. Люди, которые уезжают в другую страну, хочется возвращаться на родину. Я это ощущение давно уже не чувствую. И я постоянно чувствую себя дома. Все это, это моя земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин